Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 3 июля, сегодня у меня очередной полив в теплице. И кто смотрит мои видео постоянно, знает, что во время полива я стараюсь сделать сразу все в один день. То есть в этот день я теплицу поливаю, тут же слежу за поливом, одновременно удаляю лишние пасынки, подвязываю, удаляю лишние листья. И вот именно про удаление нижних листьев я сейчас хочу с вами поговорить, потому что многие, кто взялся за это дело впервые, они слышали, да, что нижние листья надо удалять до первой кисти, а что делать дальше? И вот очень много сообщений от новичков, как, в какой последовательности мы удаляем листья, когда у нас уже вот много таких кистей завязалось. Я сейчас, ну вот на примере какого-нибудь одного кустика покажу вам, сейчас подождите, пройду там, где видно лучше. Конечно, в это же время я вам еще раз напомню, кто может быть не видел предыдущие видео, что во время вот этого полива, удаления лишних пасынков, лишних листьев, Конечно, я обязательно проверяю всю листву, которую я удаляю. Вот я сегодня с 6 утра поработала, вот такой сток накосила. Всю просмотрела, ну нет пока ничего, никаких у меня подозрительных симптомов на листьях нет. Есть только грязные в земле, а так никаких пятен, никаких сильно таких, ну скрученных, деформированных нет. Также нет объеденных, значит здесь нет ни насекомых, ни болезней. Плоды уже очень хорошо завязались, и некоторые, вот сегодня посмотрела, даже не видела, клуша от обилия урожая даже завалилась на бок, но еще не поспела. И многие томаты, они вот в фазе молочной зрелости, но еще не поспели. Про спелы, какие поспели, я покажу в отдельном видео, чтобы это видео не удлинять. Сейчас только про удаление листьев. Вот видите, я все заголила, там где уже образованы плоды, я их все оголила. Вот сейчас на примере вот этих, например, русских колоколов я вам покажу. Подождите, я подкорячусь к ним получше. Ой, вот смотрите, сначала мы удаляли, видите вот эти, вот это удаленные давно, видно, что они уже засохшие такие. Это когда нужно было удалить в первый раз те, которые касаются земли, те, которые очень длинные, да, ну или там, ну короче, для проветривания. Потом у нас начинают формироваться кисти. Вот они идут одна за другой. Вот одна сформировалась, другая. И по мере того, как вот эти вот плоды уже сформированы, я все листья удаляю. Листья нам нужны над кистью только до той поры, пока она формируется. Если кисть полностью сформирована, и тем более уже если она начинает вот так вот зреть, спеть, то листья можно вот эти удалить. Вот это я удаляла во время второго раза. Они еще, видите, не пожелтели. И сегодня я удалила уже листья вот над этими. Раз, два, три, четыре. Над четвертой кистью. А вот над этими малышами, которые еще не сформировались, листья у меня целые. Видите, висят. Все. Если посмотреть вот так вот, ну как со стороны. Если там, ну и так же, например, вот на крупноплодных на заднем плане. Если томаты уже сформированы, листья удаляю. Дальше кисть сформировалась, листья дальше удаляю. Так у меня на всех томатах, вот как только вот эти вот яблочки налились, я их оголила. Вот это было в тот раз, видите, уже засохший. Сейчас вот эти тоже уже налились. И мне надо вот над этими вот эту всю копну проредить, немного убрать. Видите, сколько листьев? Это лишнее, лишнее питание растение тратит. Ну, короче, лишние на хлебники. Тут у меня даже вот здесь еще выше налились. Вот этот ряд я весь, видите, оголила с этой стороны. Это вот только два рядочка я обработала, эти листья убрала. А это у меня еще пока в заросченном состоянии. Вот завтра встану также в 6 утра и пойду все снова удалять с этого ряда. Потому что листья лишние очень много нам не нужно. Но все сразу удалять тоже нельзя. Нужно удалять, как мы уже говорили, обдуманно и умеренно. Потому что именно вот в наших листьях все эти питательные наши вещества перерабатываются и идут к плодам. Ну, все. Как удалять я рассказала. Крупные, конечно, у меня еще не поспели. А которые из средних плодов и мелких, какие поспели, я сейчас вам покажу. Субтитры сделал DimaTorzok